Россия развенчивает сомнения о своём супероружии. Россия протестировала гиперзвуковую ракету, неуязвимую для обороны НАТО. Но вот, судя по заголовкам западных СМИ, кадры, распространённые на неделе Минобороны, не прошли незамеченными. Признавая преимущества российских систем, зарубежные эксперты учатся без ошибок произносить названия «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», «Пересвет», «Сармат». Репортаж Дмитрия Петрова. Это кадры самых последних испытаний новейшей противоракеты. Видно, как она стремительно уходит вверх и через несколько секунд завершает перехват. В ходе испытательного пуска ракета выполнила в полном объёме сложную программу полёта и успешно поразила условную цель. Министерство обороны не разглашает тактико-технические данные этого оружия, но, по мнению экспертов, новая ракета будет действовать в зоне ближнего перехвата системы противоракетной обороны московского региона А-135. Новый двигатель, новая электронная начинка позволяют ей гарантированно уничтожать любые баллистические цели, одиночные и групповые, на подлёте. Это значит, что столица от нападения из космоса надёжно защищена. А это уже кинжал — тактическое оружие возмездия. Экипаж перехватчика МиГ-31 выполняет учебно-боевой пуск по наземной цели. Гиперзвуковая ракета способна мгновенно разогнаться до скорости в 10 раз превышающей скорость звука. Уклониться от её удара невозможно. Тем более, что при подходе к цели кинжал начинает активно маневрировать, меняя высоту и курс. Выполнено более 350 вылетов. Все учебно-боевые задачи были выполнены с высоким качеством и установлены сроки. А лётный состав получил навыки совместных практических действий. Ягулки 102-го. На заданном рубеже с заданными параметрами работу разрешаю. Перехватчики работают совместно с экипажами дальней авиации на Ту-22М3. Это фрагмент учений с отработкой практических действий по поражению морских целей и истребительного прикрытия ударных групп. Наши кинжалы уже заступили на боевое дежурство в районе Каспийского моря. Прикрывают южные рубежи России, а заодно держат под контролем целый регион. Это всё образцы новейшего оружия, которое разрабатывалось российскими конструкторскими бюро в течение последних нескольких лет. В начале марта президент, обращаясь к федеральному собранию, впервые рассказал о том, что новое оружие готово к применению. Причём объявленная модернизация, конечно, не отменяет плановую работу по переоснащению армии и флота. Министр обороны регулярно, лично проводит военную приёмку. Вот обычное вооружение, которое поступило в войска только за последние три месяца. Свыше 600 новых единиц вооружения, военной специальной техники. В средних 11 самолётов различного класса и целевого предназначения. 5 вертолётов, 36 радиолокационных станций различной модификации. Три боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль «Иван Хурс» и малоракетный корабль «Вышний Волочок». «Авангард» — ещё одна новейшая система. Эти кадры Министерства обороны демонстрируют впервые. На них старт самой ракеты и внешний вид всего комплекса. Домбаровское соединение РВСН принимает в эксплуатацию первые «Авангарды». Оборонно-премышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард». С принципиально новым боёмоснащением, планирующим кронотным блоком. Перепятия промышленности приступили к его серийному производству. Боевой блок способен действовать на межконтинентальной дальности. При этом движется он не по баллистической траектории, что исключает его перехват на начальных этапах полёта. А потом он и вовсе становится невидимым для вероятного противника. Скорость 20 махов. Блок движется в плотных слоях атмосферы в плазменном облаке по непредсказуемой траектории. К цели «Авангард» подходит на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности. Ни одна система противоракетной обороны не сможет его обнаружить. Боевой лазерный комплекс «Пересвет». Космические войска получили оружие, основанное на новых физических принципах. Осваивают новейшую технику. К выполнению боевой задачи приступить. Большая часть информации о комплексе до сих пор засекречена. Можно только сказать, что размещение «Пересвета» на мобильной платформе делает его неуязвимым для ответного огня. Личный состав, эксплуатирующий лазерные комплексы «Пересвет», прошёл переподготовку в военно-космической академии имени Можайского, получил теоретическое знание. Настоящим прорывом, масштаб которого нам ещё предстоит оценить, стало создание «Буревестника» — боевой системы с ядерной силовой установкой. «Буревестник» способен донести заряд до любой точки земного шара, при этом поскольку угодно непредсказуемому маршруту. Создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке. На основе уточнённых требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведётся подготовка к дальнейшим лётным испытаниям. Ядерным двигателем оснащён и «Посейдон» — океанская многоцелевая система, способная действовать как по корабельным ударным, так и по авианесущим группировкам. Оснащается ядерными и обычными боезарядами, мощности которых хватит, чтобы гарантированно уничтожить, например, такую крупную цель, как военно-морская база. С учётом высочайших характеристик, большой глубиной, высокой скоростью, непредсказуемости хода движения, маршрута, траектории, данная система является неуязвимой. Ракетный комплекс «Сармат» — бросковые испытания. Они уже завершены, далее испытания лётные, вся инфраструктура готова. Это самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета. Универсальный носитель. Может оснащаться самыми различными зарядами. «Сармат» может нести и гиперзвуковые блоки «Авангард». Грозное оружие возмездия. Все эти новейшие системы — лишь средство сдерживания возможной агрессии против нас и наших союзников. Главная цель — укрепление военной безопасности и повышение обороноспособности России. Дмитрий Петров, Алексей Баранов, Вести.